Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? И даже те, кто заседает в Верховном суде, не решают судьбы людей. Господь Бог решает, а вы просто мировой судья. Спасибо, благословение от меня, как от депутата Московской городской думы, сегодня вы получили. Совершенно очевидно, что возраст, поскольку здесь, сами понимаете, посмотрите на эти седые головы, что возраст совсем не говорит о мудрости. Елена Антонина, не хулиган. Елена Антонина, пожалуйста. Елена Антонина. Друзья, привет. Хочу вам сообщить, что я считаю, что когда депутаты назначают судей, они разделяют ответственность за то, насколько законно и справедливо эти судьи будут работать. Но, похоже, свою ответственность за судьбы людей осознают не все. Прошу вас посмотреть и даже досмотреть до конца этот видеорепортаж и в комментариях сообщить. А как вы считаете, должны ли судьи до назначения их на эту должность иметь жизненный опыт, опыт работы с людьми, кроме судебной канцелярии, или достаточно работы только в аппарате суда? Проект постановления Московской городской думы о назначении мировых судей в городе Москве в слово для доклада предоставляется заместитель председателя Московского городского суда и Шмуратовой Любови Юрьевны. Уважаемые депутаты, прошу поддержать все представленные сегодня кандидатуры. Представляется к назначению на должность мирового судей. В настоящее время занимает должность помощника мирового судей. Представляется к назначению на должность мирового судей. Занимает должность помощника судей Московского городского суда. Занимает должность помощника судей Преображенского районного суда. Представляется к назначению на должность мирового судей. Занимает должность помощника председателя Никулинского районного суда. Занимает должность помощника судей Первого апелляционного суда. Представляется к назначению на должность мирового суда. Занимает должность помощника судей Бабушкинского района суда. Занимает должность помощника судей Первого апелляционного суда. Представляется к назначению на должность мирового суда. Занимает должность помощника судей Московского городского суда, где зарекомендовала себя с положительной стороны. Шувалова, пожалуйста. У меня один вопрос. Любовь Юрьевна, скажите, пожалуйста, какое знание окружающей действительности, какой жизненный опыт у предлагаемых кандидатов в суде, кроме сидения в канцелярии судебных органов? Все? Смотришь на кандидатов и лично по отношению к ним, какие претензии? Внешне милые люди, в основном симпатичные девушки, но вопрос совершенно другого характера. А готовы ли эти симпатичные девушки лишать судьбы людей? Вот готовы ли они решать судьбу других людей? Я задаю этот вопрос и сама же на него отвечаю. Нет, не готовы. В первую очередь, почему? Да потому что они, кроме как судебно-канцелярского, как вот я увидела, не имеют никакого жизненного опыта. На мой вопрос о жизненном опыте кандидатов в суде был ответ, что они познали все ступени судебной работы. Это, конечно, замечательно. Но как же тогда вот в советское-то время работали? Как же работали народные судьи, которые избирались, населением избирались, иногда выборными органами, но напрямую избирались? Как же в советское-то время работали народные заседатели, которые тоже избирались, избирались по месту жительства или по месту работы, то есть избирались там же, где им предстояло судить, принимать решения о судьбе людей? Я бы, конечно, еще задала один вопрос. Задала вопрос, почему именно такие, только такие кандидаты предлагаются? То есть не предлагаются нам другие кандидаты, не из судебных органов. Ну, здесь говорили, что нет, вот, дескать, это не так. Ну, да, увидела я там одного человека, который когда-то работал повара, одного, который работал инструктором фитнеса. Ну, это, поверьте, это скорее исключение. В основном это канцелярии судов. Одного, по-моему, я увидела кандидата, который из следственных органов. Все. А так, помощник судьи и так далее, и так далее, и так далее. Работник канцелярии. Я почему не задала этого второго вопроса? Потому что знаю ответ. Скажут, что, а другие не подадут, не хотят судьи. Другие не подают, мы выбираем из тех, кто подают. Ну, во-первых, вы знаете, как, например, проводятся у нас торги, да? Да? Тоже говорят, не подают другие. Хотя, ну, мы как бы с вами можем предположить, ну, это я так мягко говорю, потому что по-другому не могу говорить. Что обычно уже определен победитель заранее. Вот, например, по Центральному московскому ипподрому там вообще проводились торги по несуществующему адресу. Был дан адрес торгов, по которому не было той организации заказчика. И нормально. Все, пишу в прокуратуру. То есть за каждый пчих людей привлекают, в том числе к уголовной ответственности. А здесь нет. Ну, так же и здесь. Боюсь, что победители в этом конкурсе, я очень боюсь, этого уже заранее определены. Так вот, для того, чтобы все-таки судьбами людей распоряжались те люди, которые имеют на это право, следует вернуться к советской системе, когда в суде у нас будет народный судья и два народных заседателя, избранные по месту жительства или по месту работы, теми людьми, которые их хорошо знают и доверяют решать свою судьбу. Поэтому я буду голосовать против того, что у нас такая судебная система, какая она есть. У всех нас задело выступление «Зачем такие молодые?» и так далее. Ну, слушайте, ну, 35 лет. Как раз наоборот говорят чаще всего, слушайте, а где ты был до 40 лет, что ты вдруг явился сюда? А, ты где-то там опыт набирался? Ну, иди там где-то опыта набирался. Вот я пришла работать в администрацию президента Российской Федерации. Мне было 27 лет. 27. Очень, конечно, смешно выглядело, как мое заявление про мудрость переправили в якобы заявление про возраст. Про возраст речи никакой не шла. И как показывает ситуация в этом зале, на мой взгляд, совершенно очевидно, что возраст, поскольку здесь, сами понимаете, посмотрите на эти седые головы, вот, что возраст совсем не говорит о мудрости. Если не смогли даже якобы услышать, что в моем выступлении про возраст речи не шло. Я буду голосовать против. Да это лучшие ребята, которые идут на смену тем, кто уже отработал. Спасибо вам, что вы идете на такой непростой участок. Конечно, уровень ответственности колоссальный. И я абсолютно уверена, что вы будете принимать самые правильные решения, потому что у вас были прекрасные учителя, которые объясняли и рассказывали, как нужно принимать решения. Поэтому, чтобы у вас было хобби, чтобы вы были счастливы в личной жизни, чтобы все у вас было хорошо. Хорошо, ребятки. Вам самого доброго и в добрый путь. Самые прекрасные решения будут от вас. Я в вас верю. Спасибо. Благословение от меня, как от депутата Московской городской думы, сегодня вы получили. Спасибо вам. Мы с вами. Елена Анатольевна, я все-таки вынужден вам сделать замечание и призвать вас к порядку в соответствии со статьей 128 регламент. Елена Анатольевна, в соответствии со статьей 129, я вас повторно призываю к порядку. Елена Анатольевна, не хулиган... Елена Анатольевна, пожалуйста. Елена Анатольевна, давайте не пойдем дальше 129 статьи. Я вас прошу. На мой взгляд, мы должны полностью довериться мнению Московского городского суда, поскольку мировые судьи предлагаются именно ими опираться на поддержку, помощь и критику старших товарищей из Московского городского суда. Когда человек вырос внутри системы, а надо сказать, что судебная система, как и медицинская, например, где есть клятва Гиппократа, так и в судебной системе есть своя атмосфера. Дела по вселению и невселению рейдеров, это моя тема, квартир по семейному проживанию. Пожалуйста, внимательнее, если есть какие-то вопросы, то моя рабочая группа всегда подскажет и поможет, потому что это дела сложные. Уважаемые коллеги, традиционно, когда мы рассматриваем вопрос о назначении мировых судей, у нас возникает, я бы сказала, даже не политическая, а мне кажется, философская дискуссия о том, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Но не берите на себя этот крест, вы не решаете судьбы людей. И даже те, кто заседает в Верховном суде, не решают судьбы людей. Господь Бог решает, а вы просто мировой судья. На голосование для принятия в первом чтении ставится проект постановления Московской городской думы о назначении мировых судей в городе Москве. Внимание, идет голосование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова